всем привет добро пожаловать на мой канал кто меня еще не знает меня зовут а я уже четыре года занимаюсь продажами на amazon.com за это время и выпустила очень много успешных продуктов и по сей день их продаю и зарабатываю очень хорошие деньги а кто уже давно смотрит мои видео наверное вы уже ждали следующее видео вы наверное уже загорелись идеей делать свой продукт и как-то его уже продавать на амазоне вот в этом видео я буду рассказывать что такое UPC коды что такие что такое UPC номера и как вообще добавить продукт в свой магазин на amazon.com к сожалению с 2020 года стало намного тяжелее зарегистрировать свой бренд и вообще открыть магазин свой онлайн магазин на amazon.com это связано с тем что очень много людей просто начали открывать магазины но там особо ничего не продавать и амазону пришлось как-то фильтровать таких продавцов и с 2020 года они внедрили новое правило что если вы хотите чтобы амазон одобрил ваш бренд вы должны показать что у вас уже есть продукт что там есть название вашего бренда это не должен быть какой-то там стикер это обязательно должна быть упаковка где вы пишете свой бренд описание продукта и тому подобное а раньше такого не было раньше было намного легче зарегистрироваться на amazon.com вы знаете ребята а я тоже понимаю амазончиков потому что как бы миллионы и миллионы людей каждый день регистрировались в их системе наверно просто застаряли систему и они как-то стали от них избавляться да и сделали бы такой вот фильтр для них в следующем видео я вам покажу как можно зарегистрировать свой бренд как сделать так чтобы амазон одобрил и в этом видео я даю больше информации для тех у кого уже есть свой магазин как-то он уже зарегистрировался у них есть магазин и буду показывать в основном вот как добавлять продукта на в системе амазона так как это очень такой нудный процесс многие могут понять и и плюс еще то что это все на английском я думаю что вы все хотите продавать на площадке именно американской потому что это самая большая площадка да и очень тяжело если вы еще не знаете английского да так что ребята я вам я вам очень советую учите английский параллельно если у вас есть время открывайте просто amazon.com да смотрите какие там слова написаны и переводите учите это вам по нам очень понадобится так а теперь про страничку именно для продавцов amazon.com эта страница называется seller central и такой централ для продавцов да скажем это страничка официально для продавцов вы туда заходите по такому же логину который у вас есть например на amazon.com вот и я покажу вам как выглядит эта страница страница seller central страничка именно продавца amazon.com выглядит вот так тут как вы видите ну там всякая информация да для вас там новости что вам нужно там ну какие-то для вас предложения что можно сделать с вашим продуктом тут кстати есть форум он кстати очень поможет если ну вы знаете английский например да или у вас есть там браузер вы можете перевести на русский язык перейдем к делу на этой страничке вот слева есть меню нажимаем и вот видите каталог ну каталог да и нажимаем на add products ребята когда я хотела зарегистрировать продукт на amazon.com да как бы с чистой страницы не со страницы моего бренда то я заметила вот такую ошибку это ошибка 56 65 многие жалуются на эту ошибку оказывается с 2020 года чтобы продавать на amazon.com обязательно нужно получить одобрение бренда или зарегистрировать свой бренд это два разных таких случаев и если у вас нету например скажем да вы не зарегистрировали бренда в америке то вам надо сделать так чтобы ваш бренд одобрили на amazon.com это как бы они сделали это очень такой процесс как бы нудный да им надо отправлять фотографии вашего продукта например да уже в упаковке где-то на столе да и ваши например название вашего бренда должно быть на упаковке или на самом продукте и надо показать им что вы хотите зарегистрировать этот бренд на amazon.com вы пробовали вот не получилось так что я думаю что будет правильно снять видео про то как сделать например да как получить это одобрение итак ребята я сейчас хочу показать где можно купить эти уписи коды как я говорила самый как как бы правильный метод это покупать на веб-сайте gs1 но там один уписи код стоит по-моему где-то там 50 долларов не знаю но это очень дорого как я делала я раньше просто покупала вот на ebay они продают номера для ну как бы уписи да и просто набираете вот например upc numbers и выходят вот такие вот варианты так смотрим не обязательно чтобы было вот такой вот ну как бы как на картинке да вам просто нужен номер так смотрим смотрим я бы наверное выбрала вот этот вариант вот 599 там 10 номеров вам пока этого хватит да если вы сразу не делаете там 20 продуктов ну вы сначала начинаете там с двух или с одного до продукта скажем 10 номеров вам хватит в чем проблема этих номеров они иногда могут не совпадать будьте очень осторожны когда вы будете вводить эти номера на амазон точка ком но если хотите конечно вы можете пойти на gs1 и с вами жалко денег заплатить там 300 500 долларов и купить а этот номер но я бы для начала получится попробуйте купить вот на ebay и попробовать так вроде бы тут хорошие отзывы люди покупают давайте посмотрим да какие тут отзывы ну 118 человек сказали что хорошие да все работает ну в общем тогда можно купить как это делается вы просто покупаете этот номер вот за 599 да и вам через это в минут 10 пришлют на ваш имейл наверное в виде excel у меня было такое что да в excel не выслали и там будут номера в общем покупайте получаете этот номер я сейчас вам покажу как добавлять продукт на amazon.com уж и когда ваш бренд уже зарегистрирован и одобрен amazon.com вот видите там уже мой бренд стоит и я уже вот дальше показываю куда заходить и с какой страницы начинать первый раз то я вам советую нажать на вот i'm adding a new product not sold on amazon скажем вы продаете такой продукт который не продается еще на амазоне это вы как бы только начали до продавать такой продукт еще не продукт вот так выглядит следующая страничка так наверное у вас вот этой части не будет это как бы то что я вот свой да как бы бренд уже зарегистрировала и тут как бы мои продукты так что вам нужно сделать скажем в самую первую очередь вам надо найти категорию вашего продукта скажем если вы начали вы продаете носки то пишите носки если вы продаете чашки вы пишите тут чашки да например ну скажем нашим случаем мы сейчас продаем льняные скатерти льняный скатерти вводим просто такие вот ключевые слова и ищем категорию да как в какой категории относится этот продукт вот вышло четыре категории так они все почти одинаковые но вам наверное больше всего нужно будет вот две первые три да и самое если вам например вы не знаете что именно как бы для вас подходит просто я вам советую выбрать самую первую категорию вот tablecloth выбирайте и выходит вот такая страничка так тут мы пишем вот именно вот здесь вам самую первую очередь нужен будет уписи так тут написано что вашей письме должен подходить ну бысак соответствовать его через one и тут написано и если это не не как бы с джейс ван не соответствует то ваш продукт будет там удален там или еще что-то да но уже проверено что все вот говорят даже американские продавцы что ну как бы они просто так пугают и и можно просто вот взять и зарегистрировать уписи который у вас есть скажем мы регистрировали тут пишите тут выбираете что-то уписи так product name если вы не знаете какой как правильно написать product name я вам советую зайти на amazon.com и выбрать именно например скажем ту скатерть которую вы хотите продавать да я вот например нашла вот такую скатерть я просто вбила там floral laying tableclose for rectangle tables так нажимаем вроде бы это очень хороший продукт видите тут очень много хороших отзывов если вы не знаете как назвать продукт вы просто выбираете самый лучший продаваемый продукт вот да вот мы нашли примерно который похож на ваш и копируйте название скажем такое название copy и paste ой подождите теперь это конечно можно сделать все заранее я бы вас ну вам порекомендовала заранее приготовить уписи чтобы у вас был номер уписи чтобы у вас был номер уписи чтобы у вас было уже продукт на им готовы да вы до этого уже зашли и посмотрели какой как назвать этот продукт на им так тут продукт на им называется стопроцентный как ну у вас скажем мороккан ленн да for kitchen не dinning а dining table top parties weddings rectangle скажем у вас размер не 54 на 72 да скажем не не метр на полтора метра а у вас полтора на два метра так можете тут написать rectangle скажем 70 инчей на скажем там 100 инчей да типа полтора на два метра теперь бренды так как я веду я вам показываю свои свои странички то выходит мой бренд да я пишу лакая так manufacturer тоже можно написать лакая если у вас там какой-то другой бренд да скажем там света лэйнен да скажем то пишите свой бренд так и не забывайте всегда надо проверять чтобы такой бренд которого вы выбрали чтобы его не было нигде продать кастомайзабл вы пишите но потому что вы не на заказ да это шьете так вот первая страничка которая вот самая главная так и называется вайдл инфу да там как бы такая жизненная информация продукта нужен UPC название правильное самое лучшее название так название вашего бренда manufacturer тоже можете называть название своего бренда и customizable но теперь идем что такое вот variations скажем вы продаете несколько цветов этой скатерти несколько расцветок у вас есть розовая там с розовыми цветочками с фиолетовыми цветочками и с желтыми цветочками как делать вариации продукта так заходите на это вот когда вы только создаете продукт на variations variations theme так это как бы тема да вариации там скажем у вас продукт несколько продуктов разных цветов то выбирайте color если у вас скажем разных цветов плюс еще разных размеров то выбираете color item display length это как бы длина продукта и плюс цвет color и material там цвет плюс еще материал да скажем у вас там одна скатерть из льна а вторая скатерть из хлопка и вот это вот можете выбрать так здесь длина например length можете если у вас просто один цвет но разные разные длина то можете выбрать вот это скажем мы выбираем цвет у вас разных цветов так вот color вы выбрали теперь скажем у вас одна скатерть с ой с розовыми цветочками выбираем pink и add variation вот первая вариация продукта уже создана так теперь имейте в виду если у вас несколько вариаций скажем в этом случае у вас там две вариации да там с розовыми цветочками и с фиолетовыми цветочками так то здесь вам нужно будет еще плюс два дополнительных юписи номера если у вас есть еще ну скажем вы купили 10 юписи номеров и здесь вы пишете просто да например там юписи номер выбирайте юписи и конечно обязательно не новый цена там скажем 9 19 99 20 штук да сколько это вам штуку продаете и color map просто вот тоже pink все так теперь второй вариаций данным скажем с фиолетовыми цветочками пишите purple purple add variation тут если например размер там тут будет по-другому тут можно размеры вбивать и также то же самое add variation здесь тоже самое purple пишите номер юписи но в этом цена там 20 штук и например purple да тут так теперь тут наказ надо выбрать вот юписи и condition new так 19 99 тут 20 так ребята я нашла еще два номера юписи в общем давайте сделаем так что мы сделали как бы вбили две расцветки вот этой скатерти тут выходит вот красный если вот как бы вот этот вот закрашивается красным значит вам надо обязательно там заполнить да скажем мы заполнили так теперь следующий идем на этой страничке так что надо запомнить обязательно если у вас есть вариации продукта то вам нужны дополнительные еще юписи номера так идем на offer что значит offer тут можно написать например i will ship the item myself это в основном если вы еще не зарегистрировались как профессиональный продавец скажем вы вначале зарегистрировались как простой продавец да чтобы не платить там не знаю несколько месяцев 39 99 долларов то у вас наверно в основном выйдет вот этот вариант так как я использую amazon fba fulfilled by amazon да мне дается вот такой еще вариант как бы выбора вот но пока вы можете нажать на i will ship this item myself и так с offer вы уже как бы разобрались да скажем теперь images тут у вас уже должны быть готовы фотографии но если их еще нет то я вам рекомендую хоть одну фотографию еще закинуть так тут написано что можно загрузить 9 фотографий максимум да и их можно потом например очередь переделать там можно например если ваше главное вы хотите чтобы третья фотография стояла на первом месте можно просто нажать и дергать и переделать так скажем вы хотите вы уже как бы у вас есть какая-то фотография скатерти можно сразу же сюда загрузить так я нашла фотографии просто сделала но имейте ввиду ребят на амазоне самая первая фотография должна быть на белом фоне такая фотография не допускается это я сейчас сделала но через где-то 24 часа мне удалят вот эту фотографию скажут загрузите другую так что я вам просто чтобы показать я вам пример показываю да вот мы загрузили после того как вы загрузите фотографии можно уже нажимать на save и finish еще раз вам напоминаю что если ваши фотографии к этому времени когда вы создаете продукт еще не готовы ничего страшного вы можете просто загрузить какую-нибудь любую фотографию здесь как бы никто желательно не такую а вот что-нибудь на белом фоне вы найдите на гугле да просто и загрузите так и save and finish все выходит вот такая страничка да и тут будет написано что я загрузила новый продукт написано что через 15 минут этот продукт в списке продуктов ваших вашего магазина так и что мы видим на этой страничке тут написано как вот название до вашего продукта плюс скил amazon автоматически выдал вам скил номер вот этот вот номер теперь дальше заходим опять в меню где можно посмотреть высветился ли ваш продукт например вы заходите на inventory и нажимаете на manage inventory вот здесь видите уже продукт высветился и вот 100% марокканское 100% марокканское 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 леон высветился вы нажимаете вот вот и ваш продукт по идее здесь здесь будет фотография которую вы загрузили но если amazon например не пропустит вашу фотографию то тут будет вот просто вот так светится так ваш продукт он абсолютно пустой есть только название но вот этого вам достаточно что здесь самое главное что у вас уже есть вот этот вот и такой вот по моему десятизначный номер это самое главное по этому номеру вы потом будете из амазона вытаскивать всякие остальные штрих-коды так и теперь очень много вопросов будет так хорошо я создала продукт да там ели как мой ужас у вас там столько радости вы наконец-то создали на amazon.com ваш продукт и и думаете да а как вот люди пишут там как бы описание продукта а как можно поменять фотографии вот здесь вот очень много вопросов да возникает а как вот например вытащить штрих-код чтобы его напечатать на упаковке а как то очень много будет вопросов так давайте не будем торопиться в следующем видео я вам покажу как можно например переделывать название да например какие-то делать поправки как можно написать описание продукта вот description что такое keywords да это тоже очень важно more details тут тоже разные детали вот фотографии я вам покажу как лучше их организовать compliance тут это больше для продуктов которых скажем батарейки или какая-то техника вот и напишу что делать например там я вам покажу как product tax code например что это такое там shipping template ну ждите следующего видео я вам все это объясню так ребят спасибо за просмотр этого видео пожалуйста оставляйте свои комментарии лайкайте это меня мотивирует снимать следующие видео пожалуйста лайкайте колокольчики и оставляйте свои комментарии всем пока